К нам на прямую связь сейчас выйдет Сулейман Калимуллин. Отметим, что впереди у наших демонстрантов и миротворцев также ожидается просмотр, общий просмотр этого матча. Сулейман, ты нас слышишь? Здравствуй, добрый вечер. Сулейман, добрый вечер. Судия, наша съемочная группа находится до сих пор на месте событий. Аймина на отрезке дороги Шуша-Ханкенди. Я напомню, что сегодня седьмой день мирной акции протестов азербайджанских экоактивистов, волонтеров и представителей неправительственных организаций здесь, в Шуше. Причиной этой акции стало то, что азербайджанские экологи не смогли проехать к местам добычи полезных ископаемых на территориях временно подконтрольных российским миротворцам. Это Газелбулак и Дамирли. Я напомню, что в Газелбулаке добывается золото, а в Дамирли молибден и медь. Хочу отметить, что главной целью активистов является приезд сюда генерала-майора Андрея Волкова, а также чтобы азербайджанские экологи смогли проводить мониторинги на всех местах полезных ископаемых, которые под контролем на данный момент российским миротворцам. В целом хочу рассказать о ситуации здесь. Акции проходят 7 дней и, несмотря на горный рельеф, несмотря на холод, ночью здесь температура достигает минус 3-4 градусов. Акция не прекращается ни на секунду. Количество участников с каждым днем увеличивается. И в целом для них здесь созданы все условия для комфортного времяпрепровождения. Здесь есть фудкорт, где участники могут подкрепиться горячей пищей, постоянно есть горячий чай, сладости. Также, например, несколько дней назад был сильный дождь ночью и было быстро организовано, очень оперативно, шатры, навесы для участников, чтобы они не промокали под дождем. Я напомню, что экологический террор со стороны Армении на территориях Карабаха, на территориях Азербайджана продолжается 30 лет. Армения на протяжении 30 лет постоянно занималась незаконной эксплуатацией природных ресурсов Азербайджана, незаконной вырубкой лесов, незаконным пользованием водных ресурсов Азербайджана. И активисты требуют прекращения экогеноцида на территориях Карабаха. Я отмечу, что в целом экоактивисты ведут себя достаточно мирно и никаких инцидентов между миротворцами и активистами, в принципе, за этих дней не было. И также отмечу, что за последние 7 дней армянская пресса, армянские СМИ в постоянном, в ключевом режиме выпускали фейк-новости, якобы активисты как-то блокируют препятствия транспорта из Ханкенди. На самом деле никаких баррикад, ничего нет. И каждый день проезжают через данную дорогу машины, грузовые машины российских миротворцев. Например, сегодня порядка 10 грузовых машин российских миротворцев проехало здесь, и был открыт коридор для них. И это является очередным армянским фейком, на который ведутся многие мировые СМИ, например, как французская газета Le Monde. Отмечу, что посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева также раскритиковала газету Le Monde, что те выдвигают неправдивую информацию о якобы перекрытии дороги. И она отметила, что Нахчеван уже 30 лет из Армении отделена от Азербайджана, дорога закрыта, но мировые СМИ почему-то это не освещают. Отмечу, что данная акция является абсолютно законной. И в первую очередь, потому что территория Карабаха — это территория Азербайджана, и природные ресурсы на территории Карабаха являются природными ресурсами Азербайджана. И вопрос вывоза руды стал актуальным в последние дни с появления миллиардера Рубена Варданьяна. Это российский миллиардер с армянскими корнями. И я отмечу, что через три года, когда российские миротворцы выйдут из Ханкианды, азербайджанская армия зайдет в этот город, и тогда армянские сепаратисты не смогут уже незаконно воровать природные ресурсы Карабаха. Соответственно, они стараются максимально много вывести вот эти ресурсы последние годы. Но азербайджанские активисты максимально всячески стараются препятствовать этому. Отмечу, что также за последнюю неделю здесь прошел ряд флешмобов, два флешмоба. Буквально пару дней назад 44 голубя были выпущены в небо. Голубь как символ мира, а цифра 44 символизировала 44 дня Второй Карабахской войны, в результате чего Азербайджан смог восстановить свою территориальную целостность и восторжествовала справедливость. Карабах вернулся Азербайджану. Второй флешмоб был также пару дней назад. В 12 часов ночи, когда уже стемнело, экоактивисты разложили надпись из свечей «Стоп эко-террор». Отмечу, что лозунги они скандируют постоянно, утром, днем, ночью, с просьбой прекратить эко-террор на территории Азербайджана, на территории Карабаха. Также азербайджанские врачи, которые здесь каждый день находятся, они пару дней назад отмечали, что готовы помогать как жителям Ханкянди, этническим армянам, так и миротворцам в случае, если произойдет какое-то ЧП, потому что в медицине нет нации, нет религии. Азербайджан готов всячески помогать соседям по региону. Я отмечу, что буквально через 15 минут здесь в Шуше на дороге также будет показан финал чемпионата мира по футболу. Это, безусловно, самый главный праздник для всех футбольных фанатов. Легендарный матч, можно сказать, для этого чемпионата мира. Сборная Аргентины сыграет против сборной Франции. Очень громкая афиша и для обеих сборных это будет важнейшим матчем, так как и те, и другие смогут в случае победы вписать свое имя золотыми буквами в историю. Отмечу, что сборная Франции является действующим чемпионом чемпионата мира. В 2018 году она обыграла в финале хорватов и на данный момент является действующими чемпионами. Сборная Аргентина же в последний раз выигрывала чемпионат мира в 1986 году, и Месси выходил в финал в последний раз в 2014 году на чемпионате мира, но тогда сборная Германии, с которыми Аргентина столкнулась, оказалась сильнее. На 113-й минуте с подачи Андрея Шюрли Марио Гёте замкнул передачу, и тогда немцы победили со счетом 1-0. После этого у Месси был ряд проигрышей в финалах Кубка Америки, но в 2021 году Леонард Месси все-таки смог выиграть свой первый трофей со сборной. Он выиграл Куб Америку в финале, обыграв Бразилию. Отметьте, что тогда, как и сейчас, главным фаворитом была Бразилия, сейчас же фаворитом является Франция, но сборная Аргентины тогда показала характер, они буквально готовы были умереть на поле, чтобы сборная Аргентины стала победителем, чтобы Месси смог наконец-таки выиграть трофей со сборной. И Димаре, Анхель Димаре тогда забил единственный гол, и Аргентина стала чемпионом. Сейчас же Аргентина встретится с Францией, и Франция достаточно сыгранная команда, с которой очень сложно играть. Я хочу назвать вам стартовые составы сборной Аргентины и сборной Франции. У аргентинцев в воротах стоит Мартинес, в защите Малина, Ромеро, Атаменти и Тальяфико. Отмечу, что изначально в защите должен был выйти на левый фланг обороны Акунье, игрок Севилье, но перед матчем он травмировался, и выйдет игрок Аякса, Тальяфико. Но для Аргентины это, на мой взгляд, даже лучше, потому что Акунье является игроком более атакующего плана, Тальяфико все же более оборонительного. В матче со Францией, когда на правом фланге Дембеле, игрок такого уровня, как Тальяфико, не помешает. В центре полузащиты у аргентинцев Де Пауль Фернандес, по флангам Демаре и Маккалистер, а в нападении Лионель Месси и Альварес. Пока непонятно, по какой схеме будет играть Аргентина 4-3-3 или 4-4-2. Я напомню, что Лионель Скалони, действующий тренер Аргентины, он является самым молодым тренером, и он подбирает тактику каждому матчу в зависимости от соперника. Ранее в матчах с нидерландцами и хорватами была подобрана абсолютно разные схемы, абсолютно разные тактики. И Аргентина, например, не боится играть вторым номером. Аргентина дает мяч сопернику и играет на контратаках. Так было, например, в матче с Голландией, в матче с хорватами. Что касается французов, у них на воротах у Галлиарис, в защите Тео Эрнандес, у Памикану, Рафаэль Варан, на правом фланге обороны Жуль Кунде, в полузащите у них Чуамини, Рабио, Гризман, и в нападении очень сильная тройка Оливье Журу, звезда Кильяна Мбаппе и Усман Дембеле. Я отмечу, что противостояние Аргентины и Франции это легендарное противостояние. Обе сборные выигрывали чемпионат мира два раза. Аргентина в 1978 году и последний раз она выиграла в 1986 году. Именно тогда Диего Армада Марадонна забил, наверное, самый знаменитый гол в мире. Любой человек знает этот гол, это рука Бога. После этого Аргентина еще не выигрывала чемпионат мира. Сборная Франции уже выигрывала чемпионат мира в 1998 году и в 2018 году, буквально недавно. И данное противостояние, как сборная Аргентины и сборной Франции, также интересно со стороны тренерского подхода. Кто сможет переиграть? Дидье Дешам, тренер сборной Франции, или Лионель Скалони? У Дешама, безусловно, огромнейший опыт. Это человек, который вывел сборную Франции в финал чемпионата Европы в 2014 году, когда французы проиграли Португалию 1-0. Это человек, который вывел сборную Франции в 2018 году в финал чемпионата мира, и тогда французы обыграли Хорвата в 4-2. И это тот человек, который вывел сборную Франции без трех ключевых игроков, без Карима Бензема, нынешнего обладателя золотого мяча, без Энгола Канте и без Поля Погба в финал чемпионата мира. Отмечу, что в начале чемпионата мира особо никто не верил, что Франция сможет выиграть данный чемпионат, даже пройти финал, так как без Поля Погба и Энгола Канте полузащита Франции смотрелась достаточно слабо. Большие вопросы были к Камовинго, Чуамини и Крабио. Отмечу, что Чуамини и Камовинго очень молодые игроки, которые большого опыта за игры за сборную Франции не имеют. Но все же французы прошли финал. И более того отмечу, в чемпионате мира есть такое проклятие, что нынешний чемпион не выходит из группы. Это было три чемпионата назад, когда итальянцы не вышли. Это было в 2015 году, когда сборная Испании не смогла выйти из группы. И это было на прошлом чемпионате, когда немцы, обыграв Аргентину, через четыре года не смогли выйти из группы. Но французы достаточно хорошо себя показали, серьезно, и являются, я думаю, главным фаворитом в этом матче. Хотелось бы также отметить, что это, безусловно, важнейший матч для Лионеля Месси. Это, как он отмечал ранее, его последний матч за сборной Аргентины. Будь то победа или поражение, Месси сказал, что, скорее всего, он захочет попрощаться со сборной и сконцентрироваться на игру в клубе. Я отмечу, что в какой-то момент перед финалом чемпионата мира в мире больше не осталось футболок Месси. Об этом сообщал Adidas. Все футболки Месси были распроданы. И это еще раз доказывает, что весь мир, мировое сообщество очень сильно поддерживает аргентинца. Многие легенды футбола, такие как Роналду Назарио, Рональдинио и другие, высказывали, что именно Месси стал чемпионом мира. Отмечу, что буквально через 7 минут начнется чемпионат мира. Держим вас в курсе событий. На этом у меня пока все. Передаю слово вам, студия. Спасибо. Спасибо за такую подробную информацию. Сулейман Калимулин. Я выходила напрямую из ССС-студия.